всем добрый день дорогие друзья всех приветствую на канале герчик и фор с вами виктория сегодня будет обзор рынка форекс посмотрим с вами различные инструменты в основном это будут валютные пары на эту неделю у нас опять же очень насыщенный новостной фон такой же в принципе как и было и на прошлой неделе на прошлой неделе больше такая была разбалансировка волатильности то есть если в начале неделя у нас только мы на боль и был спокойный да торговался создаrea очень сильных уровней были хорошие накопления и только реализация до движения пошла там концу недели реакция рынка была очень мощная опять же некоторые инструменты торговались которые торговались возле очень сильных уров bientôt там уже был просто пройдент по схода все равно они прошли это движение были пробития уровня но были пробития с новложны потому что опять возвращались к уровню вот и думаю Многие попались, особенно под конец недели было, я наблюдала, многие попались именно на вот этих резких новостных движений, именно новостных, потому что там запаса хода уже не было, идти дальше по тренду. Что мы наблюдаем на этой неделе? То есть в пятницу у нас будет нонфарм, это сильные данные США, это уровень безработицы, также будет уровень безработицы у нас по евро, по Японии, данные ВВП по Канаде, достаточно сильные данные, но вот сегодня анализирую рынок, я посмотрела, что в принципе пока рынок спокойный, пока волатильность очень даже хорошая, те, кто торгует внутри дня, просто отлично, потому что сейчас, именно сейчас, после вот такой вот бешеной волатильности в пятницу, у нас сейчас хорошее движение именно внутри дня, те, кто торгует и от локальных уровней можно даже заходить. Вот, поэтому сейчас будем с вами разбирать, переходим к графикам. Так, евро. По евро у нас, сразу переходим на дневной график. Так, по евро. Так, ну что мы здесь видим? Во-первых, да, уровень, да, вот то, что было как раз на прошлой неделе, я говорила, что запас хода, вот был понедельник, анализ рынка, да, вот здесь рынок находился, да, вот на вот здесь, на вот этом уровне, 1,1264, то есть здесь уже был запас хода против, но они, опять же, все-таки, да, вот здесь вот поднакопили, и только уже под конец недели, вот про какую реализацию я и говорила, да, реализация, она все-таки произошла, но она уже была такая больше новостная, здесь уже идти, ну, просто некуда. То есть видите, какое было закрытие, просто очень далеко, уже просто не было сил дальше идти. Это вот именно по евро, да. Смотря сейчас на дневной график, во-первых, по евро уже вот здесь вот, весь запас хода, так, весь запас хода пройден, и дальше, несмотря на то, что глобально евро торгуется в нисходящем тренде, дальше уже некуда идти, видите, все, здесь уже 16, сколько, да, 170, точнее, 150 вообще от ААТ по евро, здесь уже даже больше, здесь уже все пройдено, поэтому то, что выкуп был, это вполне нормально, по-технически, технически это нормально, да, от уровня, то есть уровень сильный 1,1184. Сейчас что мы наблюдаем? Мы входили, да, здесь вот все пройдено уже, движение. Сейчас мы торгуемся в таком вот локальном канале, можно сказать. Вот он уровень, вот он, откуда пришел, 1,1264. Это на 4 часовом графике. На дневном он также есть, вот он, касание, да, точно. Мы закрылись выше уровня, сейчас мы торгуемся в лонговой зоне. Чтобы полностью добрать АТР от этого уровня, это получается у нас, мы сразу смотрим, да, так, мы сразу смотрим АТР, запас хода у нас. Так, ну вот 50%, то есть мы можем сходить, вот здесь есть запас хода, то есть 50% от АТР в лонг по евро мы можем сходить. То есть вот здесь, ожидая на уровне 1,1366, технично евро может в лонг сходить. А что мы видим, если переходить на недельный график? На недельный график, смотрите, инструмент уже зашел в шертовую зону, был пробит очень сильный уровень, вот он откуда взялся, 1,1366. Уровень, мы сейчас уберем, да, вот этот внутренний дневной, чтобы он нам не мешал, вот он откуда пришел. Вот здесь был узлом движения, здесь узлом движения, здесь был откатный уровень, да, здесь был тоже так же излом, это очень сильный зеркальный уровень. В него мы пробили, закрепились ниже, да, остановились мы на уровне так же сильном, 1,1184, вот он откуда. А здесь вообще был перехай цены, это сильный уровень. Здесь был перелок цены, это зеркальный уровень. Здесь копейка в копейку в копейку остановились, да. Вот здесь было касание копейка в копейку, вот здесь было касание копейка в копейку, и здесь так же. Все. Это нормально, что здесь выкуп, потом же здесь дальше нет запаса хода идти. Поэтому, чтобы нам продолжить движение, да, если еврик будет продолжать, потому что здесь глобальное, нисходящее движение, будет все-таки продолжать свое движение вниз, ему нужно прийти к уровню, опять же, то есть на ретест, да, отработать его полностью, подтвердить, что есть все-таки медведи в крупной позиции, и они не пустят дальше выше пару. Это 1.1366. То есть сейчас евро спокойно, опять же, про которые я говорила в начале, про уровни именно внутренние и локальные, вот они, это не есть. То есть сегодня можно, точнее, в первую половину недели можно торговать спокойно локальные внутренние уровни. То есть сейчас пока спокойная волатильность на рынке, вот, и сейчас еврик опять же направляется на ретест 1.1366 по технике, по запасу хода, все. То есть инструмент придет вот сюда, поэтому вот уровень, да, можем его даже выделить на числовом графике, вот, он очень красивый, вот здесь вот, здесь отработался, здесь просто шикарно, 1.1263. Все, пока евро-доллар внутри дня лонг. Средний срок он смотрится, конечно же, ну, пока в шорты, да, в глобальном движении. Но, опять же, мы будем ждать данных новостных, да, которые могут много что изменить. Ну, вот евро пока спокойно торгуется лонг, и запас хода мы можем взять до уровня 1.1366. Так, 1, да, 70 пунктов спокойно можем взять. Дальше, фунт-доллар. О, фунт-доллар, вот, опять же, смотрится опять, как и на прошлой неделе, не очень. То есть он смотрится похуже, чем евро-доллар, конечно же. То есть евро-доллар как-то более бы потехничный, по фунту немножко все посложнее. Да, у нас есть все-таки вот это нисходящее движение, но мы сейчас пришли к уровню 1.3058. Если мы увеличим, да, здесь запас хода у нас 200 пунктов по фунту. Фунт у нас сходит 200 пунктов. То есть здесь уже пройдено. Здесь запас хода пройдено. И, в принципе, сейчас, да, мы направляемся в лонг. Но, опять же, этот лонг, он вообще, то есть мы закрепились, да, уже ниже уровня. То есть если смотреть по зонам, то инструмент пробуется в шартовую зону. Вот, и здесь шартовая зона. Но если посмотреть на историю, вот здесь был очень сильный запил. Здесь была очень зараженная зона, да, именно зараженная. Здесь не было такой консердации. Здесь просто выбивали и в эту сторону, и в эту. То есть бешено было вот здесь. Поэтому здесь, видите, на этом уровне пока тяжеловато. Если посмотреть на внутри дня, то здесь, даже если на часы, да, перейти, вот смотрите. Уровень сильный, вот он, 1,3358. Мы его пробили, вот здесь походили. Нету прям такого глубокого отката, да, даже здесь. Вот. А коснулись, второй раз коснулись, да, точь-точь-точь, ну, копейка в копейку, да, вот так вот закрепились. То есть даже нарисовали медвежье поглощение, но нет отката. Вот, мы стоим на месте. Это означает, что инструмент, он не готов идти вниз пока. Он не готов. То есть ему нужно все-таки поднакопить. Но, опять же, говорить, что сейчас нам открывается вон, потому что мы находимся в возносильном уровне и находимся в шартовой зоне, не совсем правильно. То есть если по евро у нас есть точно техническая картинка, да, у нас есть запас хода до ближайшего уровня. По фунту, конечно, такого у нас нету. Поэтому по фунту пока, ну, просто подождает. Видите, здесь пока вообще, ну, здесь затухание пока волатильность не совсем понятно. Так, мы сейчас перейдем на недельный. Что на недельном у нас? Ну, уровень сильный, видите, вот у нас куда взялся. Вот он. 1.33.58. Закрылись мы за уровнем. То есть вообще такая, да, конфигурация, когда закрытие именно идет за уровнем, это идет, как бы, ну, предпосылка к пробою, особенно когда у нас нисходящее движение. Но так как день запас хода пройден, надо ждать. Надо ждать. Не исключено, да, то есть пункт может спокойно прийти сюда. Может. То есть вот ближайшая цель его 1.31.10. Поэтому надо смотреть. Пока не накопят, он не пойдет. Фунт не пойдет. То есть мы ждем вот здесь консолидации, возможно, какой-то, да, не уже смотреть продажи. То есть продажи ли именно от этого уровня. Но не в первой половине. Скорее всего, может быть, это будет реализоваться во второй половине недели. По фунту пока, ну, пока ничего. Именно в моменте пока ничего. Австралийцы доллар. Смотрим, переходим на дневной график. Австралийцы, да, хорошо сходил. Просто отлично отработали. Очень сильное движение. У нас глобально флэт, да. Австралийцы торгуется в канале. Инструмент прошел весь свой отар, естественно, вот отсюда, да. Если замеряем от уровня к уровню. Здесь уже отар пройден. Все, то есть дальше некуда, некуда идти. То есть запаса хода нет. Здесь мы, кстати, Австралийц сегодня смотрел. Он в часыке у нас был лимитный игрок, объявился. Вот он, нарисовался. Очень кто торгует отбоя. Вот он лимитный. Вот видите. Касание копейка в копейку. Смотрите, 4 касания. Ну, 4 касание даже с таким небольшим люфтом. То есть 3 касания копейка в копейку. Вот откуда уровень взялся. Те, кто знает, да, стратегию БСУ, БПУ-1, БПУ-2, да, это стратегия отбоя. Вот он, пожалуйста, очень красивый. Вот здесь вот можно было сегодня просто открываться в покупку и выставлять стоп, просто короткий стоп за уровень, за лимитный и торговать. Спокойно была бы хорошая отделка, хороший заход. Так, ну, пока, да, австралиец в лонке. Ему есть куда идти. То есть запас хода у нас по австралицу 150-160 пунктов уже пройдено у нас. Уже даже, ну, пройдено 30-30 процентов. Даже 40-40, да, процентов у нас пройдено. Это 30-40. То есть спокойно ему можно идти еще. Вот спокойно идти можно до уровня 0.7188. Спокойно. То есть вот можно открываться на ближнем репесте вот данного уровня. Говорю же, локальные уровни сейчас внутри дня хорошо работают. То есть по евро, вот даже по австралийцу, да. Сейчас именно вот эта здоровая волатильность, которую нужно брать и нужно этим пользоваться. Поэтому пока австралиец внутри дня в лонке, ближайшая цель 1.7188. А тут уже нужно смотреть. То есть инструмент может дальше пойти, потому что на уровне 0.7188 будет пройдено только 50% от АТАР. Инструмент может прийти еще свои 50%. То есть нужно смотреть закрытие. Если будет закрытие близко, да, будет закрепление, здесь какая-то, может, консолидация, когда они остановят вот тут вот на уровне 1.7188, тогда можно продолжать покупки. Вот, ну давайте на недельный посмотрим график. Ну, на самом деле пустая зона вот здесь. То есть австралийцу пробить этот уровень может. То есть они могут его пробить. Могут, но опять же не с первого раза, конечно же, это ретест у нас. Да, ретест вот этого уровня, вот он уровень неоднократно подтверждался. То есть не с первого раза, но могут, вполне могут. Здесь нету пока никакого тренда. Экстримент торгуется в канале, но уже такое есть как бы, да, накопление. Поэтому если будет выход, да, и за уровень не зайдут, и будут пробивать, то вполне могут, вполне да, могут пробить, потому что зона пустая. Пока так. Ну, три дня австралии флонг. Есть куда идти, есть запас хода. Просто, ну, хорошая, хорошая техника по паре. Дальше смотрим. Нефть. По нефти у нас, ну, нефть вообще, она шикарная, конечно, очень красиво сходила. Молодец. И все это, естественно, опять же, под конец недели. По нефти я также говорила в прошлый понедельник, что будет пробитие данного уровня. Даже несмотря на то, что по нефти у нас восходящий глобальный тренд. Он еще есть, он еще здесь, да, то есть мы никуда не сломили, то есть, да, продавцы, точнее, покупатели еще держат позицию по нефти. Да, уровень был пробит, были все предпосылки, на самом деле, к пробою, да, здесь был ретес, ближний ретес данного уровня. Те, кто, конечно, успел зайти, потому что была бешеная волатильность, все, ну, молодцы, хорошо. А сейчас, на самом деле, вот сейчас торговать не особо безопасно по нефти, потому что у нас идет построение внутри паранормального бара. Вообще, когда идут какие-то, какое-то движение цены внутри паранормального бара, торговать очень опасно, потому что непонятно. Ну, то есть, непонятно, мы находимся сейчас в середине канала, у нас ключевые уровни, это уровень 77.46, да, и 70.49. И пока вот мы не придем к одному из уровней, мы не можем ничего говорить сейчас по нефти. Да, глобально нет лонга, локально пока непонятно, вообще непонятно. То есть, придем сюда, если, да, закрепимся здесь, это будет уже лонговая зона. Придем сюда, да, это будет, опять же, если отбой от уровня, да, от этого уровня, будет также лонговая зона. То есть, пока непонятно, но так как здесь запас хода уже по нефти пройден, вот здесь вот, все, они прошли все свое движение. Скорее всего, пока будет какое-то, может быть, лонговая коррекция, да, внутри дня. Но, опять же, это мы только можем предполагать, потому что технически тут вообще некуда поставить стоп даже. То есть, куда здесь ставят стоп, сюда или сюда, там, откуда заходим. Поэтому ждать надо по нефти. Кстати, в среду будут данные запасы нефти в США. И вот как раз-таки, может быть, тогда какая-то реакция будет по нефти. Ну, пока ничего, по нефти пока ничего. Потому что все движение они красивое показали на прошлой неделе. Так, биткоин. Так, биток у нас. Ну, биток вообще, конечно, запутал, думаю, конкретно многих. На дневку, да, переходим сразу. Вот у нас глобальный восходящий тренд. Так, глобальный. Вот он. Вот он. Его вот здесь вот-вот закрепились. Опять же протестили, протестили, протестили. И все это, и все вот это движение, заметьте, было мало того, что в шортовой зоне, да, между горизонтальными уровнями, и были в шортовой зоне именно под трендовой линией после пробития. То есть достаточно хорошо сходили, вот здесь была точка, очень красиво, то есть заходить в шорты. Те, кто на прошлой неделе, да, под конец продал биткоин, тот молодец, потому что техника была хорошая. Сейчас, опять же, здесь запас хода уже прошли медведи, да. Сейчас опять какая-то коррекция такая восходящая, но не исключено, что биткоин продолжит дальше свое нисходящее движение. Потому что тренд уже сломили, да, и уже образовали вот такой нисходящий, то есть вот я рисовала его нисходящий тренд. На четырехчасовом графике, да, нужно смотреть. Уровень сейчас ключевой это 59,523, то есть к нему, если мы придем даже, да, коснемся его, не исключено, что мы опять уйдем за уровень трендовую, за трендовую линию восходящую, восходящую точнее. Да, если это, конечно, так будет, да, но, опять же, внутри дня пока тоже ничего. Здесь был разрыв, да, ГЭП цены, все это происходит пока в канале. Поэтому биткоин пока, ну, если внутри дня смотреть, конечно, то, ну, лонги пока. Ну, здесь тоже очень сейчас опасная зона, не очень хорошая. Нужно ждать, когда придет инструмент к уровню вот, либо к трендовой линии, либо к уровню 59,523. Но все может быть, да, они могут и сломать вообще движение, вот это все нисходящее, которое они построили, они могут его сломать, закрепить везде, да, и вообще улететь. Если смотреть на недельку, то, так, сейчас уберем все эти линии, чтобы было понятнее. Так, удалить. Так, ну, да, не ретест у нас, да, вот такая вот V-формация, ну, естественно, да, не пробили они с первого раза. Здесь было поджатие выравнивания, здесь у нас глобально восходящий тренд, он есть, да, вот он, по биткоину, вот он. То есть, на самом деле, вот сейчас, да, смотреть, вот именно такая ситуация очень решающая, так сказать. То есть, либо мы все-таки пробиваем, идем к уровню 53,789, да, пробиваем все, и у нас закрепление идет шартовой позиции. Либо мы закрепляемся выше 59,253, и у нас фонговое движение восходящее сохраняется. Вот в чем вопрос. Поэтому сейчас внутри дня вот пока непонятно, видите, пока непонятно. То есть, мы ждем, ждем. Потому что и так же мы можем нарисовать, опять же, мы нарисуем, да, нисходящий тренд. Вот он. То есть, все решает уровень 59,523. Ждем подхода, цены к этому уровню, и уже смотрим, какие предпринимать решения, да, что нам нарисует график. Так, что у нас тут. Так, ну, по биткоину пока внутри дня, пока внутри дня тяжело, пока ничего. Пока ничего. Так, золото. Так, ну, золото тоже молодец. Сломал он нам всю картину, конечно же, да. Да, в понедельник у нас был обзор, и я говорила наоборот, что вот эта фигура будет от работы, и у нас будет вот здесь вот накопление и продолжение дальше в лон, да. Но этого не произошло, да, не произошло. То есть, мы коснулись, да, у нас был такой отбой от уровня, далекое закрытие от уровня, да. Такое вот небольшое накопление и реализация. Реализация была хорошая. А почему хорошая? Потому что здесь многие, кто сидел в покупках. Потому что уровень был сильный, да, уровень был пробит. Реализация прошла. Да, и сейчас, ну, сейчас смотреть, если уже, то инструмент, во-первых, уже закрылся ниже уровня 1791. Это уровень у нас, вот он откуда взялся, да, вот он. Здесь был излом движения, вот здесь был излом. Так, вот здесь, да, подтверждали неоднократно уровень. Здесь, здесь, то есть, ну, достаточно такой. Здесь был взлетел немножко. Уровень сильный, да, и вот здесь, опять же, смотрите, никакой реакции. То есть, пробой, да, подошли опять к уровню, вот такое безоткатное опять накопление мы наблюдаем по золоту. Безоткатное. Сейчас идет такая реализация, реализация покупателей, да. Ну, опять же, надо смотреть на три дня. Скорее всего, скорее всего, золото все-таки, оно будет продолжать. Ну, здесь идет консолидация на уровне. Здесь идет консолидация на уровне. Идет такое накопление. То есть, это уже уровень выступает таким плавающим уровнем. Запас хода, естественно, вот здесь по золоту уже все прошли. Здесь нету. Поэтому они дальше сюда и не пошли, да. Здесь уже нет запас хода, иди дальше. Здесь копим пока. Но я думаю, что раз они уже съели все это движение, вот где кто-то был здесь, да, вот эту всю фигуру, которая в итоге не отработала. Те, кто зашел в покупки здесь, раз они уже здесь все съели, все объемы, им дальше только идти дальше, да. То есть, на продолжение, потому что здесь уже все. Здесь они зашли на середину канала, закрылись ниже, да, никакой реакции нету. Поэтому мы ждем, скорее всего, золото будет дальше идти. 17.47.50 – это ближайшая цель по золоту в продаже. Да, и здесь на недельном графике вот он уровень 17.91. Закрытие за уровнем, то есть это пробой уже, да, закрытие за уровнем. Мы ждем сейчас. Именно за консолидацией, за крепление 17.91 именно в зоне вот в этой вот под уровнем. И можно спокойно дальше золото продавать. Вот, пока внутри дня ничего, пока идет консолидация. Так, серебро. Серебро у нас, кстати, смотрится немножко посложнее, чем золото. А в той неделе было наоборот, золото сложнее смотрелось, и серебро как-то техничнее более было. Ну, здесь также сломали всю картину, да, вот эта фигура, которую я говорила, графическая, вот она, голова, плечи, вот, не отработали. Если не отработали, да, здесь, естественно, вот здесь вот на самом деле такая была ловушка, вот она. Закрылись выше уровня, сходили на ретель, опять закрылись выше уровня, и вот на вот этой вот свечи очень много кто зашел в покупки. Вот стоп, можно вот сюда выставлять, вот спокойно, и вот, пожалуйста, реализация. Вот такая быстрая, хорошая реализация за счет тех, кто зашел именно в покупки. Потому что была действительно техническая картинка, была в локт, да, и уровень был пробит, и опять подтвердили, и опять лонговая свеча. То есть, ну, да, не прошла эта картинка, не отработал сценарий, поэтому мы торгуем сейчас то, что мы видим, да. А что мы видим? Мы сейчас видим, да, здесь, опять же, здесь движение уже все пройдет, здесь запас хода, дальше уже идти нет. Здесь произошло закрытие на уровне 20.065. Вот он откуда взялся, дневной уровень. Вот здесь было касание, здесь, да, остановили, здесь, и здесь был откат. Откат, это зеркальный уровень, вот оно, отзеркаливание. То есть, достаточно сильный уровень, мы подошли к нему, закрылись под уровень, вот так вот, прям, близко очень к уровню. И сейчас мы, да, ну, как бы отрабатываем, как бы, контртрендовое движение, да, те, кто торгует контртренд, он в основном торгуется вот внутри дня, вот он контртренд. Можно, если сегодня кто торгует, да, отбой внутри дня, можно было открываться в покупку. Вот, поэтому к серебру надо поднакопить, да. Ну, глобально он смотрится опять на, опять же на, так, прошу прощения, смотрится глобально на продолжение движения. Так, что у нас на неделе? Ну, на недельке у нас так же, видите, закрытие близко к уровню. Близко к уровню. То есть, здесь нет уже, видите, никакого, в принципе, движения именно трендового. То есть, здесь тренд уже, тренд был, а его сломили, сходили, но, видите, не хватило сил дальше. То есть, не было разворота. То есть, здесь просто образовали пока канал. И сейчас серебро торгуется в канале. Поэтому нужно смотреть, нужно смотреть на уровень 20.065 внимательно. То есть, если мы по серебру, да, сходим, например, распределенно на середину канала. Вот он уровень, я вот его почему сразу взяла. Да, на середину 23.93. 23.93. Вот, если мы сюда сходим, да, такую сделаем коррекцию и обратно пойдем на ретель, это точный будет сигнал, что движение шартовое продолжается. Если мы сходим к уровню 23.93, да, здесь особо не будет никакого такого, ну, отката, да, мы здесь вот так потопчемся, то это будет означать, что все-таки мы во флейте и будет у нас продолжение лонгового движения. Все зависит именно, как инструмент будет ходить, да, вот от таких уровней, вот отсюда, да, и до сюда. Если, конечно, мы сюда придем, мы можем сюда и не прийти, мы можем вот тут сейчас поднакопить, да, такое образовать безоткатное движение внутри дня, вот здесь вот. Да, вот тут, например, да, сейчас посмотрим, поменьше сделаем график. 23.73, ну, это вот уже локальный уровень, я так и говорю, да, 23.93, да. Так, вот он, да, если на часовике его посмотреть, 23.93, вот, примерно цель, да, вот здесь, так сказать, рабочая зона пока по серебру, вот, ну, потому что поднакопить нужно. Опять же, да, шарты, шарты, это уровень 20.065 на продолжение, если будет выше торговаться инструмент 23.93, тогда уже все, тогда тут уже именно откат, он должен быть, то есть, когда неглубокий откат, здесь уже есть, как бы, есть потенциал движения на продолжение именно по тренду, когда откат идет в глубокий, тут более идет, заходит за середину канала, здесь уже все, здесь уже ломается картинка, сценарий, то есть здесь уже нужно смотреть другие сценарии и по-другому смотреть уже на график. Вот, пока по серебрую ничего внутри дня, просто идет накопление, смотрим на уровень 20.065, пока так. Так, так, серебро, давайте дальше посмотрим, что у нас, что у нас по инструментам еще, да, по инструментам у нас, так, акции не будем, смотрите дальше. Так, натуральный газ, натуральный газ, натуральный газ тоже все сложно, ну, конечно, они сегодня, во-первых, они, открытие у нас было вот с таким, ух, да, то есть выкупили, опять же, вот эта вся такая надутая, вот эта такая, ну, такая, так сказать, покупка вся была надутая, то есть легко, видите, продали легко, все съели это движение, то есть такая реакция, опять же, новостная, когда эта новостная реакция, она потом, в основном, идут возвраты опять за уровень, как произошло здесь. Вообще по газу, да, я говорила, анализ был на прошлой неделе, что вообще будет продажа, да, здесь вот поднакомим, закрепимся ниже и пойдем, но мы закрепились-то ниже, но мы не пошли, да, естественно, те, кто уже здесь заходил в продажу, получили свои стопы, да, мы не реализовали, то есть вообще здесь есть фигура для вершины, да, здесь идет накопление безотказное, да, никак, не было никакой реакции, но реакция произошла, да, вот она, и опять же, здесь вот еле-еле, вот, ну, не дошли до уровня, да, вот он, вот он откуда пришел, 5, 63, 59, вот, по идее, да, инструмент вообще должен был прийти сюда, раз уже была реализация вонголов, но мы сюда не пришли и еще добавили ГЭТ, то есть вернулись опять практически к зоне, вот, к уровню поддержки. Сейчас по газу, ну, очень сложно, пока вот ничего, вот внутри дня ничего не могу сказать. Неделька пока нам тоже ничего не говорит, вот он уровень, откуда он взялся, 4, 93, 56, видите, сильный уровень, и, конечно же, его вот так вот тут пилят очень сильно, возврат и возврат, то есть не пробьют его с первого раза, видите. Поэтому нужно ждать, смотреть, как инструмент себя будет вести. Да, у нас был по газу вот такое глобальное восходящее движение, здесь вот тоже были такие вот резкие, ну, точнее, далекие были закрытия, да, то есть уже не было запаса хода дальше идти. Сейчас инструмент пока торгуется в канале вот таком широком, то есть опять же смотрим, приход к уровню 4, 93, 56 будет нам давать подсказку, что все-таки происходит, да, что все-таки, какой у нас сценарий. Мы отрабатываем все-таки шарты, у нас идет там шартовое движение, да, или мы отрабатываем, или мы все-таки отрабатываем флэт, да, и возвращаемся к уровню 5, 63, 59 и идем к уровню 6, 32, 04, ну, это все идеально, да, если технически так разбирать. А сейчас на 3 дня просто пока, ну, вот здесь, во-первых, движение уже пройдено, да, вот здесь вот, здесь также гэпы уже тоже прошли движение, то есть и сюда прошли, и сюда прошли, сейчас ничего. Мы же должны ждать, мы всегда должны торговать, да, возле очень сильных уровней, даже внутри дня, даже каких-то локальных уровней тоже по газу может. Поэтому в газ я вот рекомендовала бы вам вообще пока не лезть, вот вообще пока не лезть, просто смотреть и ждать все-таки, когда инструмент придет вот либо к этому уровню, да, либо все-таки мы доработаем уровень вот этот 5, 63, 59, доработаем его вообще, потому что мы его не доработали, мы же не коснулись его, видите, это как бы такая была надутость, и опять вернулись. Поэтому пока вообще по силе смотрятся пока шарты, именно вот если по силе, по объему смотреть, пока медведи, ну, вот пока продавцы, вот не могу сказать, что лонги как-то сейчас в рынке там в позиции, нет, пока шарты, но прям подтверждение будет только на уровне 4, 93, 56, поэтому пока по газу ждем. Вот, и мы наблюдаем. Так. Так. Что-то нет. Так, что-то нет. Ну, во всяких инструментах. Так, ну, давайте посмотрим, вот последние у нас, там и такие тоже основные. Давайте посмотрим доллар-франк, да, иену посмотрим, канадец и новозеландец. Вот быстренько сейчас тоже посмотрим их, проанализируем. Франк у меня сегодня тоже был на листе. Франк у нас также, да, вот смотрите, дневной график, уровень 0,92,89. Откуда он взялся вообще? Вот он откуда взялся, вот он, вот основа. Вот его основа. Вот здесь ложный пробой, здесь опять ложный пробой, здесь подтверждение ложный пробой, здесь ложный пробой, но возврат. То есть ложный пробой, но возврат. То есть нереализация ложного пробоя. Вот, кстати, здесь хорошо вообще отработали. Я говорю ему в понедельник, что по франку, что хорошо покупать, даже если, видите, не дошли до уровня 0,94,77. 157, да, не дошли, то есть здесь сильно вот так вот все продали, да, вот это все движение, но здесь было пройдено 50% движения вообще, если смотреть в канале, здесь можно было выставлять топливо без убыток, либо частично закрываться, то есть на прибыль здесь можно было спокойно взять на прошлой неделе те, кто покупал. Мы сейчас отмерим, да, у нас по франку, у нас по франку, так, 140, 140 пунктов получается, так, а, ну здесь даже, видите, сколько было пройдено, здесь было даже 50% от этар пройдено, да, 50% было пройдено, но было пройдено здесь все, видите, здесь полностью весь этар был пройден, здесь поднакопили вот таким вот, фильт такой был, да, то есть ложный пробой якобы и возврат. Вот, сейчас мы опять вернулись в шартовую зону и, естественно, вот здесь мы уже все, мы прошли, прошли оттар, но 50% точно, мы всегда отмеряем оттар, то есть вот здесь зона, здесь ничего мы не измеряем, здесь зона такая, выхлопная, такой выхлоп идет, то есть движение просто объемы резко показывает, да, то есть как будто пробой и возврат. Да, то есть вот такие зоны, да, именно за уровнем, мы не измеряем никогда, потому что здесь нет здоровой волатильности, мы смотрим всегда вот от уровня четко, измеряем, да, то есть уровень, так, уровень, ага, а, ну здесь, здесь вообще 50% оттар пройдено, вот здесь. То есть по франку вообще, по франку по-хорошему можно сейчас продолжать. Локальный уровень есть, мы сейчас посмотрим, если он есть, а он есть, вот он на 3 дня. То есть дальше продолжать продажи, вот он откуда взялся, вот видите, продолжать, то есть отзеркаливание, если мы отзеркаливание вот здесь подтвердим, 0,92,46, да, 0,92,46, то можно по франку спокойно продавать, продавать, да, но опять же, видите, выкуп здесь был, здесь возможно будет консолидация, да, какое-то накопление, но нужно смотреть. Но по франку запас хода идти дальше вот сюда вниз, да, есть, есть, да. Но если мы здесь 50% прошли и сейчас 50% оттар пройдем вот сюда, 0,92,89, тогда уже картиночка у нас будет меняться, значит у нас идет опять нереализация ложного пробоя, если так. То есть мы всегда смотрим, вот нереализация вот этого ложного пробоя, потому что это вот, видите, скопление, скопление баров, это сложный, ложный пробой уровня. То есть если он отрабатывается, то он отрабатывается дальше, да, если он не отрабатывается, он идет, тогда идет у нас цена опять на ретест. Все, сейчас смотрим на внутри дня, у нас есть уровни, вот он, 0,92,46, смотрим, закрепляемся ниже шорт, если мы сейчас, ну, здесь вот открываться в лонги вот рискованно, здесь больше идет техника, именно вот как раз было продолжение, да, точнее было сильное движение, у нас техника лучше смотрится в шорты именно от уровня, да, вот здесь локального. А если рассматривать покупки по франку, то только от уровня 0,92,89, так будет более безопаснее и будет куда поставить стоп. А здесь пока мы смотрим по франку, пока шорты я наблюдаю, ну, вот именно на продолжение. Ну, опять же, сейчас внутри дня ничего, вот ничего не происходит, мы ждем всегда закрепления. Да, по франку так, а вот на недельном графике, если посмотреть, ну, у нас канал, видите, почему вот здесь, да, я говорила, по франку будет пробой данного уровня, да, пробой произошел, но он был ложный пробой, 0,92,89, видите, закрытие близко к уровню, прям под уровень, LP одним баром, да, и вот сейчас опять ничего умеет, либо LP одним баром мы продолжаем движение во флете сюда, либо LP одним баром нереализация и опять ретест, то есть два сценария. И мы смотрим, пока смотрим, да, по франку, пока смотрим. Так, доллар-иена, доллар-иена, по доллар-иене тоже сейчас сложность, это на самом деле ничего пока вообще. Глобально у нас, так, прошу прощения, что-то у нас тут, так, прошу прощения, что такое у нас тут, так, восходящий тренд, да, восходящий тренд. На недельке что у нас? Безотказное движение, оно также есть, да? Излом копим. Вот стоим вот здесь в канале и стоим. То есть, да, у нас был вот такой вот ложный пробой, вот здесь был ложный пробой днебаром, ретест, да, опять ложный пробой, то есть вообще ена пока смотрится. Ну вот, если сейчас смотреть, да, что ж такое-то сегодня у меня там непослушная техника. Так, есть накопление, да, накопление это всегда хорошо, особенно перед сильным уровнем, уровень сильный, то есть мы смотрим, особенно нон-фарм в пятницу, да, что он нам покажет. Пока поение ничего, вообще вот опасно торговать просто. Вот только приход к уровню 114-467 даст нам точку входа. Вообще раскрытие, так сказать, вообще сценария и картины, да, глобально, именно глобально, потому что внутри дня вообще пока ничего. Просто торгуется вот здесь вот где-то в середине канала и неизвестно, придем мы все-таки, коснемся мы этого уровня или не коснемся. Но какой-то прям надобности, да, для подтверждения здесь нету, чтобы прям вот идти и дальше идти вниз. Нету. То есть, скорее всего, мы все-таки будем копить, да, дальше идти вот сюда на ретест, скорее всего. Поение здесь, кстати, запас хода уже пройден. Ена у нас в 100 пунктов входит, вот здесь уже все пройдено, поэтому дальше тут продолжать, да, как-то продажи, ну, пока. Пока очень как-то смотрится все не очень хорошо. Ну, здесь даже больше, здесь даже вот пройдено. И если мы пойдем дальше, то есть, если сюда, да, то у нас будет 2 тара будет пройдено. Ну, опять же говорю, если даже продажи, они очень такие сомнительные, очень сомнительные продажи, если сюда даже сходим. Потому что здесь зона как бы внутри дня не особая. Ну, если даже вот уровень, да, взять внутри дня. Ну, опять же, ну, очень сложный, ну, очень сложный, ну, вот он. То есть, если сейчас поменьше и делать график. Так, ну вот он. Да, ну здесь уже далеко, если даже заходить сюда. То есть, пока ничего по ене. Где она у нас такая? Пока спокойная, валюта, убежище. Пока ждем по ене. Смотрим. Я думаю, у нее реализация будет вся, именно раскрытие картины под конец недели. Так, доллар-рубль. Так, ну рубль тоже молодец. Хорошо отработал. Хорошо отработал пробой. Все по тренду, все красиво. Здесь закрытие, да, было выше уровня. Здесь сложный пробой. Опять ретест. И вот движение было отработано. Рубль у нас, так сказать, 12 рублей, да, у нас запас хода. По рублю получается. Так, да, здесь, да, да, здесь все пройдено. Здесь все пройдено. И опять же, и здесь все пройдено. То есть, гэпом съели. То есть, гэпом съели и сюда, и сюда. Все, здесь вот пройдено. Здесь пока, ну по рублю ничего. Да, он здесь торгуется возле зоны поддержки. Ну, придет сюда, надо смотреть. Если придет 74, 63, 14, скорее всего, придет, да, вот сюда. Потому что подтвердить нужно. Сейчас пока нет энергии. И дальше вверх ему нужно все-таки вот здесь закрепиться, да, как-то что-то нарисовать и дальше смотреть. По рублю пока ничего. Глобально, глобально лонги. То есть, запас хода вот сюда еще есть. То есть, ну по технике рубль может прийти к отметке 76, 54, 46 может прийти, потому что есть запас хода. Также на недельке, да, закрытие выше. Вот здесь этого не хватит, да, этого, так сказать, это слишком далекое закрытие. То есть, либо у нас отбой, да, отбой тоже должен быть какое-то касание. Поэтому инструмент у нас торгуется вот в таком вот флете, да, вот он канал. Здесь сложный пробой, сложный. Идет отработка. Отработка уже пошла, потому что пробой уровня 74, 63, 14 дало нам подтверждение того, что уже произошел пробой. Все. То есть, пробой произошел. Мы торгуемся уже выше середины канала, поэтому лонги, они должны продолжиться, так как по технике они уже должны, так сказать, вот здесь вот, да, коснуться уровня 76, 54, 46. Так что ожидаем рубль глобально, ожидаем на этом уровне. Ну, три дня ничего. Ничего. Тоже надо смотреть. Это, конечно, новостной фактор, да, у нас на этой неделе много чего будет по доллару. Да, пока ничего внутри дня. Так, доллар канадец. Доллар канадец так же, он доработал свое, я говорила, что здесь такое будет движение, такое, как бы, уже запас хода пройден, но здесь как бы доработали. Вот эта вся свеча, это просто как доработка идет. Здесь уже не было запаса хода, здесь был такой задерк, доработка, да. Сейчас инструмент торгуется, продолжает торговаться в восходящей, восходящем тренде. Вот он уровень, да, где остановили инструмент 1,27,947. Вот он, откуда пришел, вот он, касание. Здесь касание, здесь остановили инструмент. Здесь был откат, да. И здесь, ну, вот он, все вот эти подтверждения, особенно вот здесь, да, когда идет излом, там точка, точка, копейка, копейка практически. Вот, здесь коснулись, здесь, естественно, запас хода у нас уже пройден по канадцу, смотрим. Так, а ну здесь 50% от уровня всегда измеряем запас хода, здесь 50% от а. То есть сейчас, ну, да, может канадец сюда сюда сходить, но не факт, что он коснется. Вот так же может. Видите, опять же, это идет активность внутри бара паранормального. Внутри паранормального бара. Когда идет движение внутри паранормального бара, не очень хорошо торговать, небезопасно, потому что непонятно, что вообще происходит. Сейчас торгуются либо сюда, либо сюда, и Канаде сейчас куда угодно может сходить. Вот, нужно ждать, конечно, открытия Америки, но я думаю, по канадцу пока никакой активности. А все-таки, я думаю, все-таки, я думаю, нужно ждать уровня подхода 1.27.947, и отсюда уже можно, если внутри дня накопят, а не накопят, да, вот это внутридневное накопление именно внутри бара, это и есть. Это будет хорошим также накоплением для продолжения ломков. Поэтому запас хода, так сказать, по технике есть куда идти к Канадцу, это уровень 1.28.930, вот, ему есть куда идти, поэтому, я думаю, канадец продолжит свое движение. Опять же, если бы подойдет к уровню, вот к этому, 27.1.27.947. Если они ломают, то есть ломают, закрепляются ниже, 1.27.0.27, ломают и трендовую линию, и горизонтальный уровень, закрепляются здесь, ну, тогда уже все. Тогда здесь просто было такое, ну, как бы развели всех, да, здесь как бы не пробой, а ложный пробой все-таки был, да, это мы будем наблюдать. Опять же, мы торгуем то, что мы видим, да, сейчас я пока вижу, что лонги продолжаются, то есть пока лонговая сохраняется движение. Лонговая, так сказать, формация, тренд и все остальное. Вот, а если уже будет закрепление и будут ломать, тогда уже будет другой сценарий. Вот, а пока внутри дня ничего по канадцу, ничего. Так, новозеландец тоже очень красиво смотрится. Я сегодня также обратила внимание на наличие лимитного игрока внутри дня. По новозеландцу у нас здесь прошли все, все. Запас хода здесь пройден. Касание, посмотрите, копейка в копейку, 0.68, 0.36. Смотрите, касание, раз касание, два касания. Просто супер, по-первых, БСУ-1, те, кто торгует стратегией отбоя, да, БПУ-1, БПУ-2, просто шикарно. Те, кто открылся, да, особенно это было сегодня, прямо на открытии рынка, да, на открытии, на открытии рынка, вот, как раз по Азии можно сегодня было заходить в лонги. Вот, пожалуйста, смотрите, БСУ, а нет, это на 4 часа хорошо видно, вот смотрите, вот он. Даже взять в локальную формацию, БСУ-1, БПУ-1, БПУ-2. Все, вот здесь заход, уровень, точнее, стопло за уровнем. У меня сегодня, кстати, тоже позиция открыта в лонги, по новозеландцу, но у меня, я зашла поздновато, так сказать, я уже не застала вот эту ситуацию, я поздно сегодня поздновато зашла уже в рынок, и мой заход был, кстати, вот от этого уровня. Почему от этого? А, ну вот он, да, локальный. Внутри дня на часовике 0,68-305, ну, на ретесте, грубо говоря, я зашла вот на ретесте локального уровня и выставила стоп вот за уровень вот сюда примерно. А тейк у меня стоит, получается, если взять 50%, я всегда на 50% пока выставляю, то есть я смотрю, тейк выставляю на 50%, да, то есть если проходит инструмент 50% своего я смотрю дальше, если есть какое-то безоткатное движение или закрытие по самому уровню, или близко к уровню, то я открываю дальше на продолжение движения. Если я этого не вижу, я вижу там четкий отбой или ложный пробой, и все, то есть у меня позиция закрывается. Если смотреть 50%, да, это примерно у нас в Новозеландец в ходе 130-140, 70, то есть спокойно можно вот 0,68-81 выставлять, тейк спокойно, то есть Новозеландец придет к этому уровню. Опять же, повторяю, сейчас хорошо работают локальные уровни внутри дня, сейчас спокойная волатильность, поэтому те, кто торгует внутри дня в первой половине прям вообще хорошо открываться, вот просто хорошо, потому что рынок вот прям в графике об этом вот говорят, это просто видно, 0,68-84, вот сюда ждем Новозеландца, те, кто купил, молодцы. Так, ну все, я думаю, инструментов много, да, много как бы кросс-пару уже не будем смотреть. Так, спасибо, кто посмотрел этот анализ рынка, я думаю, он будет полезен, да, тем, кто торгует Forex. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что вам понравилось, что, может быть, не понравилось. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи в новых видео. Всем пока, всем хорошей и успешной торговли.